Время новостей на телеканале ПС. С вами сейчас в регионе. Я Алексей Шемякин. Здравствуйте. Архангельск отметил свой 433 день рождения. Гуляли широко до позднего вечера с песнями, танцами и фейерверком. Изюминкой праздничной программы стало выступление в небе над областной столицей участников пилотажной группы «Регион». Летчики первого класса на самолетах Л-39 «Альбатрос» исполнили фигуры высшего пилотажа. Такой необычный подарок получили архангелогородцы на день рождения города. Из более традиционных выступлений уличных театров, развлекательные программы для детей, концерт звезд архангельской российской эстрады. В день города площадь перед драмтеатром стало местом проведения массового флэш-моба под названием «Танцуй Архангельск». В нем приняли участие около трех сотен архангелогородцев из 16 команд, представляющих различные городские организации. От магазинов и банков до школ и больниц. Каждая группа стремилась выделиться. Яркие костюмы, оригинальные номера презентации и шумные группы поддержки. Но самое главное для успеха флэш-моба – это совместная работа всех коллективов. Тем более исполнять непрофессиональным танцорам пришлось и вальсы, и рок-н-ролл, и ча-ча-ча. Освоить движения и синхронизировать их в общем танце помогли репетиции, на которые участники флэш-моба собирались регулярно в течение нескольких недель вплоть до Дня города. Настроение отличное. День города как-никак готовились. Мы к этому флэш-мобу около двух недель. То есть у нас были репетиции с хореографом. Наши команды дома молодежи проводили репетиции каждый вечер. Мы тренировались долго, упорно, оттачивали все это прямо до идеала. Все произошло хорошо, на эмоциях. Все весело, все отлично. В Архангельске проходит съезд Союза городов-героев и городов воинской славы. Сегодня делегаты посетили оборонно-спортивный лагерь «Архангел», познакомились с программой обучения и условиями, в которых находятся юные северяне-воспитанники лагеря, и приняли участие в церемонии открытия спортивного объекта, которого город ждал несколько лет, рассказывает Артемий Заварзин. Лагерь «Архангел» уже не первый год воспитывает настоящих патриотов. Условия для школьников почти армейские. День расписан по минутам. Зарядка, строевая подготовка, учения на полигоне. Но усталость для ребят понятие незнакомое. Чему учился вот за это время, за смену? Дисциплине и командованию. И что если косячит один, получает все команды в работе. Работают в команде 60 ребят. Желающих попасть в лагерь столько, что из года в год приходится увеличивать количество смен. Опыт патриотического воспитания в Архангельске серьезно заинтересовал делегатов съезда. Сейчас в плане именно государственной политики взят тренд на патриотическое воспитание молодежи. И безусловно, у нас в городе очень много делается в этом направлении. И перенять опыт для того, чтобы создать условия максимального возможности сдачи норм ГТО, подготовки ребят для воинской службы. Это, конечно, для нас очень важно. Стрельба из автомата, клубы дыма и звук сирен, высший класс командной работы во время учебной тревоги воспитанники лагеря Архангел продемонстрировали гостям съезда. Я хочу сказать, что мы произвели на них впечатление этим лагерем, масштабом этого лагеря, нашими детьми, которые здесь занимаются, и, конечно, нашим преподавательским составом, который здесь работает с детьми. А уже под залпы салюта на Краснофлотском торжественно открылся стрелково-стендовый комплекс. Строительство велось год, подготовка того больше 7 лет. Стендовая стрельба входит в программу Олимпийских игр, и Архангельск теперь может внести свою лепту в развитие стрелкового спорта и подготовить будущих олимпийцев. Благодаря энтузиазму, благодаря тому, что этот проект поддержал наш уважаемый Архангел, все сложилось, все сложилось, и для города эта площадка, наверное, прежде всего, следующий этап развития нашего уважаемого Архангела. Решено, что на базе стрелково-стендового комплекса Краснофлотский будет создана спортшкола по стендовой стрельбе. И дети возрастом от 11 лет уже могут быть участниками этой спортивной школы, ее членами. А те детишки, кто до 11 лет будет приходить заниматься стендовой стрельбой, им будет организована кировая подготовка, учебный класс с современным электронным оборудованием, аналогов такого еще в области нет. Новый спорткомплекс станет постоянным местом проведения городских и областных соревнований, а в перспективе здесь появится еще несколько площадок для занятий стендовой стрельбой. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. Два человека погибли при столкновении автомобиля с поездом. Трагедия произошла в Куношском районе. Водитель бортового УАЗа, несмотря на запрещающий сигнал светофора, выехал на рельсы и оказался на пути у грузового состава. В результате удара люди вылетели из машины. Женщина погибла на месте. Мужчина на момент приезда пожарных был жив, но спасти его не удалось. Задержка движения поезда составила 50 минут. Причины ДТП сейчас выясняются. Своё культурное наследие сохраняют в Вельском районе. Село Пежма, к примеру, притягивает туристов не только со всей России, но и мира. О секретах гостеприимства Пемжарей расскажет Алися Кокина. Возле речки, возле Пежмы, возле речки, возле Пежмы, но в селе есть школа, детский сад и свой дом культуры, работницы которого ещё 12 лет назад разработали несколько туристических маршрутов по родной Пежме. На земле на нашей параду добро картошка урожалась. И потому как Пежмарита наши картовниками, их звали картовниками, и эта картовная шанька, это бренд нашей кухни Нонити называется, да, она у нас как царита на столе стояла. Бренд туристического Пежмского маршрута и музей из Бас-Калинка. Более 10 лет Валентина Хухрина и её односельчане собирали разнообразную домашнюю утварь, чтобы поколение НЭКС не перепутало ухват с утюгом. А праздники так раньше обожали. Сколько было на праздники народу-то собиралось. И пиво-то варили много, огроменные кибочки. И вот надо было и эко-тяжёлым ковшиком-то, всё это пиво-то, которое уже доваривается-то, вот перекладывали. И вот эко-ковш тяжёлый. Есть в Пежме и особенный экспонат. Не потрогать, не углядеть, только услышать. Уникальные диалектные словечки, равно как и предметы старины, сельские энтузиасты собирали по крупицам. Мы создали словарь диалектных пежамских слов, мы постоянно его пополняем. И когда приходят у нас дети, и мы пытаемся разговаривать вот на этом диалектном языке. Мы не требуем, чтобы они его знали, но чтобы помнили обязательно предков язык. Это важно. Молодёжь язык предков чтит и помнит. Выпускница Арина Никулина, провожая нас к следующей точке маршрута, кокетливо окает, рассказывая легенду о красавице Ласке и богатыре Кавеле. Возлюбленный молодой пижмарке пропал в лесу, а вскоре девушка обнаружила его мёртвым. Зарыдала ласка горькими слезами, а из того места, куда слёзы её падали, забился родник с живой водой. Окропила она своего любимого этой водой, он и задышал, оттянулся. Ключевая вода, к слову, необычная, и зимой и летом она не ледяная, а комфортной температуры. Зимой туристический потенциал пежмы не иссякает. Наоборот, появляется экстрим в виде катаний с гора, как шанишкам добавляются блины и горячий чай. Покорённые пижмарским гостеприимством Олеся Кокина и Евгений Зыков. Архангельское телевидение. Двум школам Архангельска присвоены имена наших земляков. Экологи-биологический лицензий теперь носит имя Николая Лавёрова. В учебном заведении будет создана аудитория учёного, пройдут научные конференции. А имя Герой Советского Союза Павла Усова получила школа номер 36. Здесь в Историко-Краевическом музее уже несколько лет существует и пополняется раздел, посвящённый памяти земляка на учебном заведении уже давно висит доска, которая напоминает о подвиге Павла Усова. Под колокольные перезвоны и загреши гармонии в Верхней Томе прошли торжества в честь 880-летия села. В этом году весомая дата совпала с другим юбилеем 80-летием Архангельской области. Редкий случай, когда село старше самого региона более чем в 10 раз. Потому и праздник регионального масштаба длился 4 дня. Эта карта Руси в прочтении одного из голландцев. Тойма на этой карте есть. В отличие, кстати, даже того же Руси. Репродукция исторического документа 16 века. Юбилейный подарок Верхней Томе от губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Здесь жители искренне гордятся своим прошлым и сохраняют традиции предков. Потому так много внимания на праздники было уделено самобытности села и края в целом. Открытие выставок, мастер-классы, презентация литературных объединений. Общим подарком краеведов и библиографов к юбилею села стал выпуск энциклопедического словаря Верхнитуемского района. Еще одно знаковое переплетение дат 80-летия знаменитой уроженки этих мест поэтессы Ольги Фокина. В ее честь каждый год в Верхней Томе проходит литературно-музыкальный фестиваль. Встреча с почетным гражданином Верхнитуемского района и членом Союза писателей России стала одним из важных пунктов рабочего визита Игоря Орлова. Очень хорошо, что вы все-таки неравнодушны к культурному нашему наследию и что так поддерживаете. По-другому нельзя. Молодцы, это очень дорого, потому что все приходящее, все эти материальные достоинства с собой не несешь. А это вот действительно искусство, оно из поколения в поколение передается то, что остается с нами. Да, остается с нами. Архангельская область и фонд Андрея Первозванного сегодня заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи в документы поставили губернатор региона Игорь Орлов и председатель попечительского совета фонда Наталья Якунина. Деятельность Российской общественной организации направлена прежде всего на сохранение православной веры и духовных нравственных начала общества. В этом цели региона и фонда совпадают. Для нас это очевидная потребность. Нам очень важно сегодня получить новые инструменты, новые знания, опыт, которые есть у программы, у фонда в целом в этой сфере деятельности. Поскольку, с одной стороны, у нас есть свои достижения в этой области, но новые знания они всегда обогащают. На встрече озвучили ряд будущих проектов. Например, будут реализованы программы по поддержке социальных молодежных инициатив. Еще одно важное направление совместной деятельности – это помощь молодым мамам и профилактика абортов. Это помощь мамочкам беременным, которые находятся в сложной жизненной ситуации. И помощь мы им оказываем, во-первых, психологическую и, естественно, материальную. Накануне Архангельск не только отметил свой день рождения, но и присоединился к большому празднику спорта – Всероссийскому Олимпийскому дню. Он посвящен предстоящим зимним играм в Пхенчхане и направлен на популяризацию здорового образа жизни и идеи олимпизма. В столице Поморья Олимпийский день ознаменовался рядом спортивных состязаний. Приурочили к нему и традиционный марафон «Гандвик». В одном из забегов приняли участие почетные гости праздника – байдарошница Наталья Подольская и пловец Евгений Лагунов. Выходит народ на улицу, да, смотрит, как это все красиво. Дети выходят, им устраивают забеги, это все здорово, им надо привыкать к этому. Они понимают, что мы тоже из этого маленького городка. И, как говорится, все возможно, что они тоже могут в будущем добиться такого же результата, если будут усердно трудиться. Сами прославленные спортсмены удостоились в этот день специальных дипломов от Международного Олимпийского комитета, после чего раздали автографы и сфотографировались со всеми желающими. Информационные итоги сегодняшнего дня подведем в 19.20 на телеканале ТВ-Центр. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин